Привет, а ты что уже отстегнулся? Держи скорее тебе. Ты уже в школу приехал? Да. Тебе блокнотик, молодец. Желаем тебе только пятерок. Всегда пристегивайся в автомобиле. За соблюдение правил дорожного движения самарские школьники получают подарки от полицейских. Проверку сотрудники ГИБДД начинают с раннего утра, когда родители везут своих детей на учебу. Автомобили останавливают на улице Шостаковича, неподалеку от университета Наяновой, 11-й гимназии и 6-й школы. По правилам детей, которым нет 12 лет, нужно перевозить в специальном кресле или с использованием адаптера. Видите, что она уже большая. Ей с устройством будет неудобно ездить. Почему? Она потому, что не 12, но она в 140 см. Ремень безопасности, который предусмотрен в конструкции транспортных средств, он предусмотрен для роста от 150 см. В случае аварии ремень, который встроен в автомобиль и рассчитан на взрослого человека, может не спасти, а покалечить ребенка. Из-за маленького роста в момент фиксации передавить ему горло. В воскресенье в Ленинском районе в ДТП пострадали трое детей. Все они ехали без специальных удерживающих устройств. О том, что для ребенка в дороге намного безопаснее сидеть в детском кресле, нежели на руках у мамы или папы, родители обязаны помнить. Родители очень часто перевозят своих детей у себя на руках, у себя на коленях, придерживая их руками. Это чем самым подвергает своих детей еще большему риску. Мы хочу напомнить, что при ДТП мало того, что мы можем своего ребенка мало того, что не удержать, так еще и своим весом придавить его либо к спинке переднего сидения, либо к панели автомобиля. Сегодня во время рейда полицейские остановили полсотни машин, среди них один нарушитель. В прошлом году сотрудники ГИБДД составили более трех тысяч протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел и адаптеров. Сегодня штраф за это составляет три тысячи рублей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.